Всем привет! Большие ромашки готовы, но для композиции мне не хватает ромашки меньшего размера и цветов в бутоне. Сегодняшнее видео будет посвящено именно этому. Процесс очень похож, но я быстренько пробегусь по основному. Начнем создание ромашки середины. Бумага насыщена желтого цвета, тон 574, плотность 180. От рулона бумаги отмеряем и отрезаем 50 сантиметров. Полученное полотно свернем для удобства и разделим на 10 равных частей по 5 сантиметров. Все подготовленные отрезки нарезаем в мелкую бахрому. Ширина нарезки до 3 миллиметров. Затем бахрому немного скрутим. Должна получиться вот такая куча желтой бахромы. Одной желтой бумаги будет недостаточно, поэтому от рулона зеленой бумаги травянистого цвета отмеряем и отрезаем 50 сантиметров. Полученное полотно для удобства свернем и разрежем на 10 равных частей по 5 сантиметров. И весь процесс повторим заново. Каждую полоску нарезаем в мелкую бахрому и скручиваем в иголочке. Очередная куча готова. Только теперь зеленого цвета. Теперь время светлой бумаги. Тон 603, итальянская плотность 180 грамм. От рулона отмеряем и отрезаем 50 сантиметров. Полученное полотно делим на 10 равных частей по 5 сантиметров. Нарезаем в бахрому и скручиваем. Все, третья куча готова. Можно включать клеевой пистолет в розетку. Для ускорения процесса склеим первыми зеленые полоски. Оставим только две ленточки на финал. Получится длинная лента, но в итоге будет удобно. Следом за зеленой начнем склеивать ленты желтого цвета. Кончились желтые, приступаем к белым. Все ленты склеены. Формируем середину. Наносим клей на полоску и скручиваем ее. Следим за ровностью наклейки и стараемся не обжигать пальчики. За зеленым цветом скручиваем желтую полоску. И ближе к финалу подходим к скручиванию белой ленты. Все, склеенные ленты закончились. А в стороне лежат две зеленые бахромы. Мы их не забыли. Просто они завершают производство середины. Приклеиваем их все по тому же принципу. Все, середина готова. Очень веселенькая получилась. Но отложим ее в сторонку и займемся лепестками. Сначала я покажу форму. Она сделана из нижней и верхней части пластиковой бутылки. Две части вставлены одна в другую и зафиксированы скотчем. О производстве этих форм я много рассказывала в своих видео. Первые лепесточки будут небольшими. От рулона белой бумаги отмеряем и отрезаем 25 см. Полученное полотно делим на 5 равных частей по 10 см. Каждое полотно обрабатываем одинаково. Сложим пополам. Еще раз пополам. Разрезаем с обеих сторон не до конца. Оставляем 1 см. Полученную заготовку разрезаем пополам. В верхней части вырезаем скругленные лепестки. Лепестки слегка растягиваем посередине в одну сторону. Лепестки клеим на подготовленную серединку, совмещая основание лент. Клеим по кругу. Второй круг лепестков клеим так, чтобы они попадали между лепестками первого ряда. Двух рядов, думаю, будет достаточно. Для удобства я разрезала лепестки по одному. Смешная получилась ромашка. Но это еще не финал. От рулона белой бумаги отмеряем и отрезаем 1 метр. Полученное полотно делим на 2 равные части по 25 см. Каждую полосу обрабатываем одинаково. Сложим пополам, еще раз пополам и на 3 части. Разрезаем с обеих сторон до конца. Вырезаем скругленные лепестки. Подготовим лепестки. Каждый лепесток сложим пополам и наметим середину. В намеченную середину на 2 трети лепестка заливаем клей и складываем лепесток. Даем остыть. Лепесток готов. Теперь так нужно обработать все нарезанные лепестки. Лепестки клеим на край пластиковой формы, отступив от края 2 см. Клеим внахлёст по кругу. У основания немного присборим. Примеряем середину. Второй круг лепестков клеим так, чтобы они попадали между лепестками первого ряда. Теперь можно приклеивать середину на форму. Клея не жалеем. Следующий этап. Делаем чашелистик. Лепестки для чашелистика делаем такого же размера, как и мелкие белые лепестки 3х10 см. Клеим в шахматном порядке, начиная от верха по направлению горловине. Три цветка готовы. Но я хочу показать, как я делала бутоны ромашки. Для композиции необходимо будет сделать 2-3 бутона. Бутон делаем на форме из пластиковой бутылки, подготовленной по тому же принципу. Разрезаем бутылку и используем только верхнюю и нижнюю часть. Одну часть вставляем в другую и фиксируем скотчем. Для создания середины используем желтую бумагу. От рулона отмеряю и отрезаю 50 см. Делю их на 10 равных частей по 5 см. Из лент вырезаю бахрому и скручиваю ее. Все ленты соединяю между собой. Формирую, скручивая желтую середину. Середина готова. От рулона светлой бумаги отмеряю и отрезаю 50 см. Делим полученное полотно на 16, 16, 8 и 8 см. Заготовки 16 см складываем пополам, еще раз пополам и на 3 части. Разрезаем до конца с обеих сторон. Из узких полосок вырезаем скругленные лепестки. Лепестки затем слегка растягиваем посередине. Полоску 8 см сложим пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. Разрезаем с обеих сторон до конца. Полученные заготовки разрезаем еще раз пополам и формируем скругленные лепестки. Лепестки немного растянем. Я буду отступать от края формы 2 см. На форму сначала приклеим лепестки побольше. Для этого нижний край у основания лепестка присборив загнем. На загнутую поверхность нанесем клей и зафиксируем на форму. Отступив 2 см. И так проходим первый круг. Второй круг клеим немного отступив к центру формы примерно 5 мм. Стараемся попадать между лепестками первого ряда. Лепестки закончились, ряд завершен. Приступаем к маленьким лепесткам. Сначала подготовим их к поклейке. Немного присборив у основания, согнем лепестки отступив 1 см. Клеим на форму отступив от второго ряда 5 мм. Клеим по кругу. Одного круга мелких лепестков будет достаточно. Примеряем желтую середину, а затем нанеся клей фиксируем ее на форму. Следом делаем оформление чашелистика. От рулона зеленой бумаги отмеряем 6 см и загибаем 8 раз. От края отмеряем 21 см. Определяем середину и не разрезая по краям вырезаем острый лепесток. Разрезаем заготовку пополам и со второй половиной проделываем то же самое. Все лепесточки соберем и немного скрутим в одну сторону. Расправим и растянем. Обрезки зеленой бумаги обработаем таким же способом. Клеить листья будем на форму закрывая ее полностью, загибая на лепестки цветка. Сначала клеим листья поменьше по кругу с расстоянием 4 см. То есть листья сделаны из обрезков. Полноценные листья, те что побольше, клеим в промежутке между мелкими. Стараемся полностью заклеивать форму, не оставляя промежутков. Клеим по кругу. Нижнюю часть горловины заклеим листочками, остатками, те что поменьше, полностью скрыв горловину. У ромашки сложены длинные листья. Для их создания использую ту же бумагу насыщенной зеленого цвета. От рулона бумаги отрезаю 9-10 см. Примерно делю верхнюю часть на 3 равные части и вырезаю лепесток. Произвольно. Листок немного растяну. Для укрепления листьев в середину каждой части вклею флористическую проволоку. Она позволит придать листку нужный изгиб. Таких листьев нужно будет сделать несколько. Следующим этапом будет процесс сборки ромашкового куста. Тру подготовлено больше, потому что это летний букет, состоящий из ромашки и василька. Ромашка готова. Следом будем делать василёк. Но это уже в следующем видео. А у меня на сегодня всё. Не переставайте удивляться. Удивляйте и радуйте близких. Мне очень приятно, что вы продолжаете меня смотреть. До встречи на канале. Пока-пока.